14 февраля Ивановский краеведческий музей распахнул двери для влюбленных. В честь Дня Святого Валентина пары могли устроить свидание, купив один билет на двоих. Подарок – тематическая экскурсия про любовь. Первая романтическая история о психее и прекрасном греческом боге любви Амуре. Красивый миф, застывший в мраморе, берет истоки в Древней Греции. Влюбленная психея чуть навсегда не лишилась своего невидимого мужа. Психея зажгла лампу и в этот раз, побуждаемая любопытством, первый раз посмотрела на своего супруга. Он был прекрасен. И тогда психея поняла, что сестры посоветовали совершить ей этот опрометчивый поступок из-за зависти. Но было уже поздно. Капля раскаленного масла из лампы упала на плечо Амура. Он проснулся и понял, что психея его ослушалась. С печалью в голосе он сказал, что они больше не могут быть вместе. Историю, которую рассказали посетителям музея в следующем зале, поразила своим трагизмом. Нелегкая судьба Рогнеды, насильно ставшей женой князя Владимира Красное Солнышко, тронула сердца всех посетителей. На холсте изображены самые роковые моменты из жизни Рогнеды. Следующий зал и еще одна история любви. На этот раз известного русского писателя Льва Толстого и его супруги Софьи Андреевны. История любви Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Такая история столкновения между возвышенным и реальным, между идеалом и бытом. И, наверное, в жизни, в истории России мы не найдем ни одну женщину, которая бы ее современники и потомки обвиняли страстно в том, что она была плохой женой и едва ли не погубила своего гениального супруга. В фондах музея хранятся письма Льва Толстого, первые издания произведения писателя. Софья Андреевна помогала работать Льву Николаевичу над романом «Война и мир». Это обстоятельство нашло отражение в книге. Мало кто знает, но Наташа Ростова, она была списана с образа Софьи Андреевны. И внешне Толстой писал о том, что она некрасива, большерота, но прекрасна в сиянии своей юности. Совершив увлекательное путешествие по музею, влюбленные собрались за круглым столом. Девушки имели возможность полистать журналы французской моды, а парни тем временем попробовали себя в эпистолетном жанре и сочинили письмо о любви. Собираясь в музей, молодежь даже не догадывалась, насколько увлекательная программа для них была подготовлена. Экскурсия вообще вся очень понравилась в целом. Понравилось, как была сделана подача от экскурсовода. Еще очень впечатлили те истории, которые были рассказаны, те предметы, которые нам показали. Особенно понравилось то, что дали возможность посмотреть журналы мод в конце XIX века, дали, можно сказать, потрогать руками, прикоснуться к тому, что было в прошлом. Подобный вечер для влюбленных музеев был проведен впервые. Большое количество экспонатов и легенды, которые с ними связаны, дают основания полагать, что такие тематические встречи состоятся еще не раз. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.